всем привет из айововских полей ребят приехали проверять комбайн 2013 года с 670 в общем это 2013 год 2500 с копейками часов вот такая машина на фотографиях мы вот этого она есть но мы его не заметили вот так согнута в общем резина вроде бы неплохая на данном аппарате я проехался по кругу здесь у них много техники много дисковых комбайны есть в общем этот комбайн уже продан за 200 с копейками это 660 часов там 1000 было всего продался 200 или 40 или 260 он сказал не запомнил ну что-то в этом роде вот это стоит у них онлайн 109000 долларов 109 и это неплохая цена для сегодняшнего года в прошлом году мы такие комбайны у нас получалось их покупать самый дешевый комбайн прошлом году я купил вот такой за сколько было около 75 тысяч долларов кажется если не ошибаюсь в этом году таких цен просто нету в раскупают разгребают платят вот такие суммы и клиенты готовы платить вот за вот такие комбайны что на прошлой неделе мы купили один за 115 вот этот за 109 готовы покупать сейчас мы его будем с вами осматривать ребята в общем что у нас по ножам ножи вроде бы норм по балке вижу потек здесь потека нету этот передний ведущий заднего привода нету резина не потресканная не старая вот здесь у нас что-то капает где-то сверху на кнопочки вот так капает здесь капельки есть и откуда-то она сверху льется в общем сейчас поднимемся на моторный отсек туда и посмотрим откуда это все льется резина свежая резина не потрескана резина не порезана по крайней мере мере пока я не вижу открываем открываем в некоторых комбайнах подкрашиваю здесь он сказал опять же на фотографиях он был таким аккуратным только приехал с арендой они его сдавали в аренду получается масло меняли на 2400 часов 9 месяца 21 года получается что сейчас должно быть больше часов больше наработка чем на фотографиях ну посмотрим сейчас поднимемся заглянем убирал кукурузу здесь никаких потеков я не вижу радиаторчик не потрескан и не порезан и здесь у нас кукурузка есть звездочку надо менять вот это здесь звездочка хорошая не нож здесь нож острый очень открываем заскакиваем наверх что у нас тут творится кукурузка качанчики так на двумя руками ключики мы у них взяли там внизу ключа говорит не знаю какой точь баллон норм жидкость уровень уровень все живут мышки откуда у нас идут потеки здесь фильтр тоже заменен обильные потеки масла идут вот так вот так получается через верх масла вот сюда и выходит а через эту трубочку так много налили его или что почему там прям давление создалось там много масла очень реально это неправильно мне кажется слишком много кто-то переборщил в общем здесь такая уже краска облазит это не страшно поднимаемся наверх опять же кукуруза здесь мешок наверно кукурузы на кабине как всегда антенны сняты антенны нету мусори грязный так идем в кабин кабину мы еще не пойдем нам нужно открыть вот эти крышки сейчас посмотрим что у нас там творится творится так 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 ну такие вроде бы подработанные но не очень зубчики на барабанчики в рядочек стоят и мы можем их посмотреть чуть-чуть подвязаны так теперь точно в кабин идем вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне интересно, кто-то пользует эти холодильники или нет? Вообще Магнитола заработала Кондиционер заработал Ждем В общем, что у нас первое вылезло Нужно долить антифриза Потому что нету Часы Две пятьсот пятьдесят семь И тысячу восемьсот сорок три Ну, это нормально Так, соляры у нас нету Стартуем Бежок завелся четко Пойдем послушаем Пускай он прогреется Чуть-чуть, а потом включим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас оно должно у нас теперь заработать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, сейчас это все составляем обратно Посмотрели Этот комбайн Сейчас закинем нашему клиенту И будем смотреть Может быть, даже и заберем его Опять же, нужно сначала с ними договориться Потому что они сказали, что мы не можем вам продать Потому что кто-то первее позвонил, чем вы Но я звонил за него еще, наверное, на прошлой неделе И сейчас я пойду с ними воевать Насчет этого В общем, вот такие дисковые ребята Стоят здесь по 130 тысяч долларов Абсолютно новые 130 тысяч Я спросил, сколько нужно Чтобы было коней в тракторе Чтобы тянуть вот эту дисковую Он сказал, ну, минимум Говорит, чтобы я делал хорошо работу Говорит, минимум 500 лошадей Чтобы было в тракторе И тогда будет все четко 4-5 инча в глубину В землю Взрыхливает Ну, вот этот продан Его нету И там у них еще есть пара штук Он тоже Они тоже продан Два новых, которые Они проданы Есть у них один прошлогодний Он чуть-чуть под юзан Вот этот новый тоже Тоже его нету Продан А за этот просят 100 тысяч долларов Новый 130 Годовалый 100 Заменили абсолютно все Чиски на нем По кругу Все новые Только верхний Вот этот барабан был рабочий Как видно Его не заменили В общем сбросил Все видео Фото Он мне уже сразу сказал Он профессионал Почему масло Вот там Через этот щуп Выходит Потому что там говорит Триндец гидростатики Там где-то сальник пропускает И говорит Масло выгоняет Через верх Вот По поводу Сейчас пока жду Хожу смотрю Есть вот такая жатка У них Очень популярная 630F Гидрофлекс Она шестого года Просит за нее 10 тысяч долларов За эту жатку Пользованная жаточка Не новая В общем Не знаю С Этим С Тачанкой Этой продается Или без нее Вот этот вопрос Не знаю Ну 10 штучек Американских Зеленых Просят Но на аукционе Их можно чуть-чуть Я думаю Дешевле брать Где-то штук за 8 Можно покупать Вышел посмотреть Что у них Здесь за техника есть Пока хожу Пока жду Что там Клиент Мои видео Все досмотрят Потом даст мне знать Берет Не берет И если да То пойдем с ними торговаться Потому что там все течет А сами видели При масле все Здесь такие мини трактора Снег убирать есть У них тоже в продаже Подготовленные к зиме К зиме К зиме Это Тоже Чистить дорожки Не знаю Почем они Ну минимум штук Наверное 20-25 Я думаю Вот такие Сцепочки будут Стоить вместе с тракторами На очень маленький трактор Карапузь прям Маленький Какие-то комплектующие тут Дизелечки А вот такой еще Дисковый Он у нас есть С каточками Сзади Каточки Такие разбивают Абсолютно новые 26-60 В этой 21-го года Ценник у них 137 тысяч Они просят за него 137 тысяч Американских Зеленых Долларов Зашел Посмотрел Сколько В общем На объявлениях Они стоят От 110 До 170 Тысяч В чем разница Я не знаю Вот Ну я думаю За 137 Точно можно купить Жатка какая-то Новая Тоже С тележкой RD35F Лента с нажаткой Новая Ценник у этой Жатки От 100 тысяч Долларов Новая Сейчас находимся У этих ребят На локации Очень популярные Ребята Я на них даже В инстаграме подписан У них Здесь Много интересной Техники Ну это Как бы Один из Их Магазинов Но Магазинов У них Намного Больше Не знаю Сколько Но в общем Много Надо проверять Зазавать им Вопросы Спрашивать Еще одна Жатка Стоит 780 98 70 Их не любят Говорят Капризные Китане Это Новую Жатку Приперли Сюда В таком Состоянии Кронштейны Такие Видите Прям Завода Чтобы Чтобы Она Ровненько Стояла Получается Их можно Перевозить Наверное По две штуки Рядом На прицепе Друг с другом Одна Вторая Закрепил И повез На трейлере Это старый Какой-то Дед Пердед Джоник Тоже Очень старый С новым Креслом Красавчик Красавчик На новых Колесах Что-то Ему здесь Ремонтировали Он В солидоле В розовом Даже Его можно Подключать Чтобы Чтобы Он Зимой Завелся Хорошо Тоже Старый Старый Работу Делает Люди Смотрят За ним Берегут Его Ремонтируют Привезли Чтобы Сделать На нем Какие-то Какие-то Работы Холодно Правда На нем Работать Печки Нету Фильтр Здесь Ему Поставили Топливный Смотри Сопчасти Не Джоновский Автомаркет В общем Иду с ними Общаться Сейчас По поводу Ценника Что они скажут Нам Не знаю Клиент Сказал Что там Работает Ну Все Сделать То Можно Запчасть Там Около Пяти Тысяч Американских Если Ну Он Как бы Берет Самое Худшее Что Может Быть Плюс Работа Поэтому Надо Скидывать Наверное Цену Общаться С ними В общем Ничего По цене Не договорился Сказал У меня Есть Клиент Я Вам Не Могу Буду Ждать Моего Клиента Говорит Я С ним Уже Работал Два Три Раза Я Ему Продал Несколько Комбайнов Говорит Я Хочу С ним Остаться В Хороших Отношениях Клиент Клиент Возьми Возьми Мою Карточку Позвони Мне Через Неделю Мы За Неделю Проверим Что Там Точно Надо Делать А потом Тебе Дадим Ответ Забирает Он Или Нет Так Что Такие Дела Ребята Поехали Мы Отсюда Дальше У нас Еще Много Работы Кому Интересна Техника С Америки Дайте Нам Знать Мы Вам